Ну и дальше давайте сменим тему. Трагическая годовщина на этой неделе. Годовщина гибели малазийского Боинга. Ну, год назад никто и подумать не мог, что расследование так затянется. Ведь окончательный отчет обещали опубликовать уже 4 или 5 раз, но его все никак не опубликуют. Год назад невозможно было представить, что это дело будет таким резонансным. Ведь теперь его передадут в специальному трибуналу Организации Объединенных Наций. Ну, по крайней мере, на этом настаивают. И Малайзия, и европейские страны, и Соединенные Штаты, и сама Украина. И это без преувеличения может стать одним из самых громких процессов века. Борьба за это будет очень серьезная. Ведь Россия сделает все, чтобы не довести дело до трибунала ООН. Ну, а сегодня? Сегодня и в Голландии, откуда вылетел борт и в Малайзии, где живут родственники большинства погибших, и на Донбассе, где был сбит самолет, люди вспоминают те события, которые до сих пор не дают им покоя. Я здесь, чтобы найти то, что, возможно, пропустили следователи. Тут, как вы видите, лежат фрагменты самолета. Сестра Роберта Уллерса была пассажиром того самого рокового MH17. Мужчина сам ездил на место трагедии, когда понял, что следствие затягивается на очень долгий срок. Следствие длится так долго из-за политики. Нет других объективных причин. Когда я там был, мне было позволено делать что угодно и брать что угодно. Но все-таки военная ситуация, думаю, тоже мешает следствию. В любой войне понять правду сложно. Она очень глубоко спрятана. За год здесь побывали, пожалуй, все международные миссии. И следован, кажется, каждый сантиметр земли. Но вот останки того самого Боинга 777 находят здесь по сей день. Село Грабово год назад приобрело печально мировую известность. Место крушения хорошо видно даже со спутника. Вылетел он маленький, вот такой вот где-то был. Маленький и быстро начал приближаться. Я начал бежать от него. Бежал сюда, на вот этот бугорок бежал. Рюкзаком накрылся и смотрел на него. Александр Хук уже через полтора часа после крушения был на месте. Миссия докладывала о ситуации на месте катастрофы, публиковала соответствующие отчеты, рассылала их странам-членам ОБСЕ. Международные авиационные эксперты прибыли на место крушения только спустя пять дней. Все это время обломки, вещи, фрагменты тел собирали жители окрестных деревень. Части самолета разлетелись на 30 квадратных километров. Поиском правды в Грабовом занимаются постоянно. Например, спустя год после крушения голландские следователи снова собрали образцы почвы и нанесли на карту расположение высших сотовой связи. Год назад в Совете Безопасности Нидерландов обещали, вердикт будет вынесен уже в сентябре, то есть через два месяца. Но мировая общественность увидела лишь скромный предварительный отчет. Всю правду пообещали рассказать в апреле. И снова ничего. Сейчас даже перестали обещать. К середине осени родственников погибших ждет очередная отписка. Я не особо верю в то, что в отчете будут названы люди или страны, которые виновны в этой трагедии. Эльмар Гемула известнейший юрист и авиаэксперт. На его счету расследование таких громких дел, как теракт над городом Локбери, авиакатастрофа над Боденским озером и крушение Конкорда. Российской стороне надо было максимально запутать следы. Российская сторона это сделала. Она год честно путала следы. Расследование специально долго проводят, специально затягивают. Есть формальные признаки, почему это можно сделать, почему нельзя. Чтобы был еще один вариант давления на Россию. Пока же интернет и соцсети пестрят самыми невероятными версиями от атаки инопланетян до пространственной дыры, немецкий юрист уверен, виновные в крушении и обстоятельства трагедии давно известны узкому кругу, а широкая общественность не узнает о них никогда. Мой прогноз такой. Мы, общественность, никогда не узнаем причин. Даже если виновные будут найдены или признаются в содеянном добровольно. Потому что все хотят, чтобы кризис в Украине разрешился как можно скорее. Никто не заинтересован долго конфликтовать с Россией и надолго продлевать санкции, так как от них страдают все. Ни счастливые родители. Ой.